Доброго дня, сейчас наладили связь, давайте ее проверим. Те, кто сейчас слышит видео, подайте сигнал, плюс, еще что-то, насколько хорошо слышно. А я пока начну. Хочу появиться с вами своими мыслями по поводу увиденного в зале сегодня по снятию неприкосновенности с народного депутата Савченко. Первое, что я увидел, ну, понятно, что никакого заговора серьезного не было, потому что кроме Савченко и Рубана, ну, как следует из видео и слов со мной Савченко, никаких других сообщников не было. Практически все спецназовцы, они были, ну, как там говорят, подставные, то есть они действовали по согласию беспосредняя СБУ, по согласию прокуратуры, то есть сообщников никаких не было. Поэтому в этот заговор, который продолжался с октября, я так понимаю, месяца, я не верю, потому что вышеуказана причина. Зато я для себя услышал много информации, которая заставила меня задуматься, и своими мыслями я их хотел поделиться. Во-первых, подтвердила сама народный депутат Савченко о том, что она ездила в прошлом году на оккупированную территорию, встречалась там с Захарченко, и она не отрицает, что она оттуда вывозила оружие. Для меня это, честно скажу, выглядело новостью, потому что словам генерального прокурора доверия нету никакого, да и не только у меня, я думаю. То, что сегодня было в Верховной Раде все эти видео и аудио, больше походило на цирковые выставы, но... Для меня человек, который в своей речи заявляет о том, что, дескать, люди с обеих сторон хотят окончания войны, имея в виду с той стороны руководители оккупационных администраций Захарченко, и что там за черт сейчас вместо Плохницкого, я уже не помню фамилию. И самое главное, что, ну, давайте так реально, я спрашивал и про Сюка Владимира, и своего товарища боевого Анатолия Виноградского, позвонок ГАЛ, который сейчас под домашний арест в Мариуполе. Вы можете себе представить себя на территории подконтрольной, так званой ДНР, не важно, везущим оружием, куда-то заезжающим, просто перемещающимся? Я думаю, что нет. Для меня вот эти гасла на 80% правильные о том, что власть совершает преступления, о том, что коррупция убивает Украину, о том, что идут фейковые извинувачения в адрес ветеранов, о том, что страна катится в прерву, что-то не компенсирует те 20% яда, которые туда впрыснуты. Я сразу хочу сказать, я не считаю, что с той стороной надо о чем-то говорить, они убивали моих товарищей, это марионетки абсолютные, они живут, роскошноствуют, я видел, как и по СМИ, как учатся, как живут их дети, я не считаю их противниками, борцами, это враги. Второе, я не считаю, что даже если кто-то задумал переворот, он должен оружие брать у врагов. Выбачьте, но давайте будем говорить откровенно, у нас сейчас такая ситуация в стране, что это оружие можно взять в любой воинской части. Что мешало Надежде Савченко искать, если она решила пойти таким путем, поддержку? Все-таки под контролем нам территории, а не ездить туда, но я думаю, что все прекрасно понимают. Поэтому я считаю, что все, что произошло, это сценарий, это сценарий, причем в который участвуют обе стороны. Нет, вот там один, Путин. Как я тут вижу ситуацию? Перед выборами, в начале года, который начался массовыми протестами, в ситуации, когда падает доверие к власти, когда она начинает совершать все больше и больше преступлений, ну вспомните разгон под Верховной Радой Палаточного Городка, вспомните избиение до этого людей на суде от Руханова, вспомните сегодняшние попытки нарушать закон при прохождении Верховной Радой того же депутата Поросюка, когда его, одного из всех, попытались именно вот эту процедуру превратить непонятно во что в прохождение. И на этом фоне власть начинает думать, вернее, давайте назвать по фамилиям, Порошенко, Аваков, Луценко, начинает думать, а что с нами будет. Что с ними будет, если даже на выборах победит другой олигархический клан, не они. Что будет, если они сейчас и дальше будут ляпаться скандалы. Я считаю, что план организовать вот такой, знаете, как поджог Рестага, который был в 30-е годы прошлого века в Германии, а потом под шумок под это дело пристегивать все протесты, люди вышли против Савилия, их избили, а всем людям сказали, что они сообщники Савченко. Люди вышли защитить побратима на суд, им сказали, что они сообщники Рубана. То есть я считаю, что под это дело теперь будут пристегивать и пытаться всех патриотов, всех тех, кто реально не скурвился, кто реально пытается изменить ситуацию в стране. И в этом я считаю абсолютно отрицательное значение этого дела. Да, действительно, она говорит очень многие вещи, которые многим людям приятно слышать. Но, вы почте, нельзя воевать левой рукой против правой. Я считаю, что сегодня на комитете, фактически, то, что я видел, это была схватка ГРУ и ФСБ. И я думаю, что сейчас будет все больше и больше появляться таких ситуаций. И все больше и больше начнется привязывание под это дело реальных оппозиционеров. А Луценко сегодня, в принципе, этого и не скрывал. Он заявил о том, что и другие люди есть, которые раскачивают ситуацию в стране, и люди, которые хаяют народных депутатов, и люди, которые говорят, что президент ворует. Ну, так это и так и происходит. Но, тем не менее, это у него уже часть одной, как он называет, антиукраинской цепи. То есть, попытки подобные будут. Вспомните, месяц назад кричали о том, что нашли молодого человека, который якобы хотел тротилом развалить стену Верховной Рады. Где этот человек? Покажите мне хоть одного. Нашли, не знаю, два месяца назад обвинялись в Саакашвили в том, что он хочет сделать переворот. В конце прошлого года кричали, что я хочу там расстрелять Верховную Раду. Ну, это шкиряк полоумный по телевизору. Вы знаете, я абсолютно уверен, что если бы хлопцы в платочном городке защищались бы во время атаки Беркута, во время, когда их избивали, когда две тысячи человек нагнали против ста, когда мы видели все на фотографиях бусики со спецназом, если бы пролилась кровь, если бы хлопцы защищались, то вот сейчас бы всех пристегнули бы к этому так званому заговору Савченко-Рубана. Вывод. Налицо явный сценарий, который направлен, первое, на то, чтобы люди утомлялись и махали рукой на борьбу, на все, что происходит, на дискретацию звания Героя Украины и на то, чтобы теперь любых оппозиционеров, любые протесты привязывать к заговорам, к агентам и рукам Кремля. Они же прекрасно понимают, не дурные, что рассказывать годами про шатунов, показывать какие-то склады с оружием, которые потом оказываются реплики из интернет-магазинов, показывать какие-то, я не знаю, рассказывать истории о том, что кто-то там тортил где-то завез, сшить героям войны рейдерство, вооруженное ограбление. Это одно. Нужно людям показать хоть что-то реальное. Но вот у Путина в начале 2000-х реальными были взрывы в Волгодонске. Здесь у нас пошли вот таким путем, подпалось им дело Савченко. Я не поддерживаю высказывания, потому что, еще раз, для меня Захарченко, Плотницкий и все те люди, которые там, они враги. И я абсолютно не поддерживаю то, что рассказывают Луценки, Артура Герасимова, Юрия Березы. Слушайте, выбросьте. Нам тут рассказывают и чешут о том, что вот, они хотели привезти войну на нашу землю, хотели привезти Захарченко. У меня вопрос до Народного фронта. Я хотел задать его с трибуны, как и мой товарищ Владимир Поросюк. Но почему-то сегодня записывали на выступы, машина записывала, только лишь Народный фронт, Радикальную партию и блок Петра Порошенко. Это я имею в виду, кроме лидеров фракции. Так вот вопрос, а когда вы Голубана приводили, который служил в ДНР, служил бы там и восток и убивал моих побратимов? Ты там про Петский спрашиваешь? Когда вы Голубана приводили в Верховную Раду год назад на блокаде, это вам было нормально? Артур Герасимов там выступает, помощником которого официально являлся в 2014 году террорист Безлер. И получается, что человека, который берет оружие у Захарченко, нормально ездит на ту территорию, обвиняют те, которые торгуют с агрессором, которые не признали за 4 года, не проголосовали за выход Украины из СНГ, за рассложение договора о дружбе с Россией, за признание организаций ЛНР и ДНР террористическими, которые торгуют с оккупантами, которые имеют предприятия на территории России, которые натворили кучу котлов, которые разворвали всю страну и нашу армию, которые брешут по телевизору. Я думаю, что это сценарий, который будет развиваться дальше. Друзья, она в свое работе. Я принципиально выступаю в том числе за снятие депутатской неприкосновенности, поэтому я голосую за все бодрания. Но я думаю, что сейчас нам стоит делать свое. А именно создавать силы обороны Украины, для того, чтобы помешать карательным акциям против населения, чтобы не избивали преступники в погонах. Я не говорю, что вся полиция преступник. Я уверен, что большинство там люди, не желающие принимать участие в карательных акциях. Но Беркут, бывший, который торгует оружием, который кидает на Боровском проспекте гранаты в машины, избивает ветеранов, грабит палатки. Это преступники в погонах. Чтобы не дать избивать людей, чтобы готовиться к тому, что если все-таки Порошенко не удастся, даже путем провокации, остаться у власти, если Путин полезет дальше, чтобы мы имели организацию, которая может помочь армии, потому что все эти герои, так званные, я имею в виду, кто еще не выступал в Верховной Раде, они разбегутся, как в 2014 году, на жаль. Нам нужно создавать силы обороны Украины, создавать комитет национального спасения, развивать организации в регионах и готовиться к следующей схватке за нашу независимость. Да, теперь будет труднее, потому что на каждого человека, вышедшего на улицу, будет говорить он, агент Савченко и Рубана. И да, кстати, для меня непонятно сейчас, почему вот эта величезная процессия сейчас пошла пешком от Верховной Рады до СБУ, куча журналистов и прочее. Выбачьте, когда... Я хочу вообще обратиться к некоторым патриотам, которые кричат там, давайте поддержим красно-черный флаг, почему его там в Львове не вывешивают на ратуше, либо вот там Надежда Савченко. У меня вопрос. Когда я топтали этот флаг красно-черный во время разгона городка, где были все эти люди, которые кричат об этом? Почему моего товарища боевого гала арестовывали, похитив просто, Бека, Хаммера? Почему любого другого депутата арестовывают просто так? Вот тут идет целая сессия, которая показывает по всем телевизорам. Я не верю ни одной из этой страны. Я верю только украинскому народу. Нам свою рыбыть будет трудно, но трудности закаляют. Поэтому я абсолютно уверен, что мы этот период пойдем с честью, с достоинством. Ну что, народ, тримаемся и бережем свой разум. Он нам еще понадобится. Слава Украине!